Всем большой-большой привет! Меня зовут Таня, вы находитесь на канале Атмосфера Счастья. Очень рада всех вас видеть у себя в гостях и приветствовать. И сегодня, наконец-то, моя постоянная рубрика и очередное видео, мои покупки из магазина Светофор. Для тех, кто любит бюджетные и экономные покупки, обязательно оставайтесь со мной, тем более, если в вашем городе есть подобный магазин. Для жителей города Ишкар-Ла информация, покупала я в Светофоре по улице Карла, Липнехта, 104. И сумма моих покупок обошлась сегодня в 1515 рублей 40 копеек. А простоволосилась я в очередной раз, мне сказали, что положили мне в пакет чек, а на самом деле это просто корешок от чека с общей суммой. Поэтому, ну, вы не переживайте, я, в принципе, стоимость практически каждого товара помню. Вот, что-то, если я не помню, вы сами уже можете прикинуть. Но, естественно, все, что я купила, стоит дороже в других магазинах. Да, собственно, поэтому я и купила. Здесь есть интересные новинки, то, что у нас только появилось в Светофоре. Раньше я не видела таких товаров. Ну и постоянные мои покупки, начну с новинок. Мне кажется, что это самое интересное. Точно раньше я не видела вот такой набор контейнеров, который называется Пикник для продуктов номер 3. Здесь 5 контейнеров разной емкости 0,5-0,7 литра, 1,5-3 литра. Для хранения продуктов в холодильной камере можно разогревать в микроволновке, предварительно сняв крышку для транспортировки продуктов, легко мыть без вредных веществ. Давайте сейчас откроем, посмотрим, как выглядит данный набор. Мне, в принципе, мне кажется, что стоимость 70 рублей, именно столько, если я не ошибаюсь, стоит данный набор. Это очень хорошая цена. Вот такой набор получается, я все собрала. Ну, неплохой набор, учитывая стоимость, тем более можно греть даже в микроволновке. Я совсем за этими контейнерами спряталась. Неплохо, но по сравнению с Икеей, конечно, качество похуже, качество хромает, но Икея в разы дороже стоит, да, честно уж скажем. Следующее, то, что я купила, это новинка. Вот это я точно раньше не видела в магазине Светофор. Я купила Сонечке ребенку своему, это моя дочка, ей 3 года. Исполнилось, наконец-то, теперь я могу говорить, что ей 3 года. Я ей купила мальчика, эта игрушка называется «Кукла красавчик на пляже». 32 сантиметра. Красавчик был в серой майке, в черной майке. Я смотрела, чтобы он просто визуально внешне был аккуратный. И мне кажется, что у него хорошее качество. Стоимость у него была 193 рубля. Я прям сфотографировала этот чек глазами. И выглядит он классно. Сейчас открою, вам его покажу. Посмотрите, мне кукла очень нравится. Он действительно хорошего качества. Единственное, знаете, он куда-то гнется во все стороны. Так, ааа, у него суставы здесь. Лучше, конечно, шорты ему не снимать, потому что суставы в таком странном виде. Посмотрите, вот внутри. Но давайте-ка посмотрим. Мне кажется, что у него ноги гнутся во все стороны. И поперечный шпагат, и продольный шпагат. Боже, это Чак Норрис, посмотрите. Голова крутится вокруг своей оси на 360 градусов. Руки вперед, назад и по кругу. На липучках вот эта майка. Бриджи, как я вам говорила, можно снимать. Носки и кроссовки тоже снимаются. Колени не разгибаются. Ну, в общем, мне кажется, что за 190 рублей кукла классная. Почему я вообще купила эту куклу? Меня недавно спросили, есть ли у Сони куклы-мальчики. И я вдруг подумала, а ведь правда у Сони нет кукол-мальчиков. У нее одни девочки. И одни женские имена. И вот как-нибудь назовем красиво эту куклу. И пускай Соня тоже с ним играет. Вот так что теперь мальчик есть. Но думаю, что, наверное, на пару еще нужно было девочку тоже купить. Именно куклу Барли. Ну, посмотрим. Это у нас Кен. Так называемый. Но он симпатичный, согласитесь. Кстати говоря, девчонки, напишите. Мне будет очень интересно почитать в комментариях. Поделитесь, у ваших дочерей такая же ситуация, как у нас. Есть кукла-мальчик или нет? Вот у нас теперь есть. Я рада. Я надеюсь, что Сонечка заценит. Конечно, хотелось бы не такую мужественную куклу. Ну, что было, то было. Еще Сонечке повторила вот такие покупки. В прошлый раз я вам показывала набор, по-моему, с пони. Также я с собачками покупала. Замечательные наборы Sweetbox. Мне под предыдущим видео мои зрители писали, что стоимость маленькой коробочки, которая раза в три, наверное, меньше этой, стоит примерно 140-150 рублей в обычных магазинах, типа лента, пятерочка. А здесь 145 рублей. Здесь две полноценные большие игрушки. Они реально высокие. Вот здесь кошечка у нас 5,5 где-то сантиметров. Причем они действительно классные. Они качественные. Они не ломаются так, как игрушки из киндер-сюрприза. 7 сантиметров в высоту игрушки пони. И также есть немножко совсем, даже полпорции, наверное, 1-4 порции желательного мармелада. Он тоже вкусненький. Соне понравилось. Я ей дала попробовать. Вот так что два набора с собачками тоже были, но я решила выбрать именно эти два. Дальше немножко еще новинок. Возможно, я просто раньше не замечала вот эти салфетки. Наверное, их раньше в Светофории не было. Аура детские салфетки 100 штук. Они идут без клапана, идут 0 плюс возрастное ограничение здесь. Я так подозреваю, что комфортный, относительно безопасный состав. Купила я не для Сашеньки, купила Соне. Использовать как влажную туалетную бумагу. Мы до сих пор для нее покупаем подобные салфетки. Стоимость этих салфеток 32 рубля за 100 штук, девчонки. По-моему, замечательно. Давайте я сейчас открою. Посмотрите, вот такая салфетка. Она очень-очень мягкая. Но она растягивается, стягивается во все стороны. Не с самого хорошего качества. Но для тех целей, для которых я ее купила, мне кажется, вполне себе хорошо. Очень большой плюс в том, что даже самые верхние салфетки очень сильно пропитаны. Вот супер влажные салфетки. Отдушка активная, но приятная парфюмерная. В общем, я уже не жалею. Ни плохие не оставляют чувство липкости на руках совершенно. Смотрим дальше. Еще появились классные новинки. Сразу взяла 4 упаковки. Это, знаете, пюрешки в дорогу. Я очень люблю их покупать, когда Соню нужно срочно отвлечь. Либо в машине, когда она кушать просит. Посмотрела я у них сроки изготовления. Изготовлены данные пюрешки летом. Посмотрела состав. В грушевом только груша в составе. В яблочном только яблоки в составе. 90 грамм. Стоимость 23 рубля данных пюрешек. Это очень-очень низкая цена. Я обычно фрутонями покупаю где-то за 35 рублей, наверное, в среднем. Очень редко бывает по акции 27-28 рублей. Поэтому мы в любом случае подобные пюрешки покупаем. Я решила сэкономить. Попробуем. Я надеюсь, будет вкусно. Еще первый раз я решила попробовать вот такую неженку. Вкус детства. Это на самом деле пюре абрикосовое яблочное с сахаром. Купила я это пюре себе. Если Соне понравится, конечно, я ей тоже предложу. Но здесь в составе что у нас? Яблочное пюре. Пюре абрикосовое. Сахар. Регулятор кислотности. Кислота лимонная. Все. Больше здесь нет ничего в составе. Мне кажется, что должно быть вкусно. Очень большая упаковка. 400, наверное, миллилитров. 450 грамм. Баночка стеклянная с железной крышкой. Капитан Очевидность привет. Стоимость 35 рублей или 45 рублей. Где-то вот так. Еще из новинок я увидела, когда стояла у кассы. И, скорее всего, схватила только из-за того, что мне понравился дизайн. Молочный шоколад со сливками. Очень круто выглядит. Посмотрите, крафтовая вот эта бумага. Крафт, по-моему, бумага называется. Если посмотреть состав, то он не идеальный. Сахар, какао, масло. Сливки сухие, какао тертые. Сыворотка молочная сухая. Эмульгаторы. Ароматизатор натуральный. Ваниль. Соль поваренная, пищевая, ядированная. Ну, в принципе, ничего ужасного в составе нет. 90 грамм. 35 рублей. Стоимость данной шоколадки. Если я не ошибаюсь. Еще я купила на пробу рахат лукум. Мне показался состав очень даже приличный. И этот рахат лукум я купила себе. Если, конечно, Соня у меня захочет попробовать, я даже ей дам. Потому что, ну, рахат лукум, пастилая, желейные какие-то конфеты я ей даю. Рахат лукум ароматный, ассорти, восточные сладости, типа мягких конфет Тимоша. 500 грамм. Стоимость данного набора была 45 рублей. Или 45-47 рублей. Очень здесь много конфеток. Я обязательно буду подписывать, вкусно было или нет, про каждый товар, который я уже успела попробовать. Тоже более или менее такой нормальный мне показался состав. Состав тоже вблизи я вам покажу. И еще я увидела вот такую смесь сладкую. Я не знаю стоимость данной смеси. Потому что она лежала у кассы, в тележке. Я не нашла стоимость. Я думала в чеке, посмотрю, а видите, чека нет. Здесь у нас ядра абрикосовой косточки, арахис сахаря, ананас цукаты, изюм коричневый, арахис, банановые чипсы и семена подсолнечника. Мне этот набор очень понравился чисто внешне, девчонки. Он такой приятный. Там нет никаких слившихся орешков, глазури какой-то неаккуратной. Красиво выглядит. У меня Антон очень любит вот такую смесь. Он может за 2-3 раза все это съесть. Поэтому купила ему. Я не очень, на самом деле, почему-то жалую в последнее время. Но плюс еще я боюсь кушать, на самом деле, орешки, честно уж скажем. Но я так подозреваю, что стоимость, наверное, где-то около 50 рублей. Появилась вот такая новинка в магазине Светофор. Гель для прочистки канализационных труб. Здесь 500 мл. Очень большой объем. Цена шикарная. 37-39 рублей, но точно меньше 40. Я еще помню, что смотрела и думала, может сразу 2 пачки взять. Безопасен для труб результат за 7 минут. Ой, прям стихами написали. Мистер Дэс Профессионал. Если вы пробовали, напишите ваш отзыв. Будет стоять, вот ждать своего часа. Но сама жидкость, сам по себе гель очень там жидкий. Мне кажется, его буквально на пару раз хватит. Еще, когда я стояла у кассы, набрала пакетов пластиковых, с пластиковой ручкой. Они очень крепкие, надежные, классные. И в качестве подарочного пакета можно использовать. Да и просто за покупками сходить, что-то положить. Ну, в общем, не важно. Суть в том, что эти пакеты стоят 13 рублей. Я уже подобные пакеты покупала в магазине Светофор. И у них стоимость так и не поменялась. Две одинаковые я купила, сейчас покажу. Ну, два зеленых и два красненьких сердечками. Очень-очень красивый дизайн. Ну и плюс еще, да, вот эта цена в 13 рублей. Меня очень сильно удивила еще в прошлый раз. В магазинах, ну, в обычных магазинах, такие пакеты стоят даже где-то 50 рублей. Так, что я еще взяла? Хайнс горошек нежный. Очень я люблю данную марку. Очень мне нравится продукция Хайнс. И кукуруза мне очень нравится от Хайнс. И горошек, и фасоль. На самом деле качественно классные. Еще нравится то, что у них сразу же открывашка идет. Не нужно париться с открывашкой стоять. Просто дернул крышку и открылась. Стоимость данного горошка 45 рублей, 43 рубля. Самое интересное в том, что буквально на днях я ходила в магазин пятерочкой и купила точно такой же горошек или кукурузу Хайнс за 60 рублей или даже дороже. И это было по скидке. Да, это было по скидке. А здесь обычная стоимость. И еще я взяла воду. Раивский источник, негазированную. Мы тут с мамой немножко, не немножко, очень хорошо обсуждали тему того, насколько полезно пить каждый день воду. Минимум полтора литра воды. И вот я думаю, что скорее всего я начну это делать. Выпивать негазированную, чистую, обычную воду. Нужно, конечно, питьевую воду брать, не минеральную воду. Стоимость полутора литра воды, по-моему, 17 рублей была. Поэтому я думаю, ну хорошо, начну с минеральной. Посмотрим, как дальше попрет у меня вообще это дело. Конечно же, нужно пить обязательно каждый день чистую воду. Ни чай, ни зеленый чай, ни ромашку заваривать, ни компот, ни сок. Именно воду. И еще я купила, как и в прошлый раз, хозяйственное мыло. 72 процента, 200 грамм вот такой брусочек. Купила, потому что у нас очень быстро расходуется. Я уже неоднократно вам говорила о том, что я мою, чищу ванную комнату. Ну и непосредственно саму ванну, у нас она акриловая. Прежде чем купать ребенка, всегда хозяйственное мыло. Поэтому она у нас улетает очень-очень быстро. Вообще, я люблю на самом деле уборку сейчас делать либо просто чистой водой, либо добавлять немножко хозяйственного мыла. Специальные чистящие средства я очень редко, когда применяю. Почему-то не хочется мне дышать парами. В любом случае они остаются в квартире, где-то оседают. Чистящих средств максимально стараюсь чистить именно водой, отмывать. Ой, посмотрите, что я купила. Вы скажете, Таня, ты вообще ненормальная. Антону купила я пиво. Оно стоило 37 рублей. Мне показалось, что это, наверное, очень дешево. На самом деле, я даже не помню, когда я последний раз пиво покупала девчонке. И я даже не знаю, как произносится это пиво. Ну просто вот оно было жутко дешевое. 37 рублей. Я посмотрела и подумала, что, наверное, стоит попробовать. Вот. Это Антону. Антон даже еще не подозревает, что я ему тут пиво покупаю. Но 37 рублей. Серьезно, я просто не смогла пройти мимо. Он в любом случае иногда позволяет себе, может и дома посидеть, и с друзьями пивка попить. Я не против. На самом деле, я очень спокойно отношусь к тому, что иногда, Антон, там раз в неделю, раз в две, три недели может себе позволить пиво. Почему бы нет? Главное, да, главное не каждый день после работы. В общем, что еще я купила? Приправа для курицы. Я уже все виды данных приправ покупала в магазине Светофор. Мне они очень все нравятся. Купила только курицу, потому что я ее... А ее раньше не было. У меня есть приправа для мяса. Приправа букет, по-моему, букет перцев. Хмель и сунель. Они все отличные. Мельница работает безотказно. Стоимость 37 рублей. Дешевле точно нет. Точно такая же приправа появилась в магазине Фикс Прайс, кстати, девчонки. И там эта приправа стоит 50 рублей. Если я не ошибаюсь, а в магазине Светофор гораздо дешевле. Опять-таки, очень выгодная покупка. Вискозные салфетки универсальные. 10 штук. Стоимость 22 рубля. В магазине Фикс Прайс точно такие же салфетки стоят в два раза дороже. За эту же стоимость, за 25 рубля, они предлагают 5 штук в наборе. Еще я купила для тех дней, когда я буду очень сильно лениться, но нужно приготовить кашу. Гречневую кашу в пакетиках. Да, я не всегда, конечно, но иногда покупаю, позволяю себе варить гречку именно в готовых пакетиках. Она всегда получается рассыпчатая, она всегда получается вкусная. 37 рублей. Стоимость 750 грамм. Здесь 6 пакетов по 125 грамм. Хорошая гречка, отборная. Она действительно красивая. Ну, это, по-моему, даже Увелка. Нет, это Пессим. Без ГМО, содержит натуральные пищевые волокна. Готовится 15 минут. Еще купила от Увелка рис. В пакетиках для варки 8 штук. Вот так вот выглядит. Здесь у нас 640 грамм. 8 пакетиков. По 80 грамм нам пишут. Рис круглозерный, шлифованный в пакетиках. Я купила этот рис, на самом деле, специально для того, чтобы готовить салаты. Салат из крабовых палочек, еще и другие салаты. Ну, и, в принципе, и для гарнира использовать. Я люблю, когда не нужно очень долго стоять у плиты и постоянно проверять. Тут бросил просто, да, и подошел через 15 минут. А рис у тебя уже готов. Такой рассыпчатый, хорошенький. И последнее, то, что я купила, это туалетная бумага. Здесь 8 рулонов. Они идут трехслойные. Мне, девочки, писали многие, что именно эту бумагу покупают в магазине Светофор. Стоимость около 70 рублей. 70-80 рублей. Это очень низкая цена. Хотя вот кто-то мне писал, что данная туалетная бумага заканчивается быстрее, чем Зева. Я этого не замечала, может быть, просто не придавала значения. Вот, якобы здесь вот этот метраж самой бумаги меньше, чем в Зева. Я не проверяла. Девочки, меня эта бумага устраивает, в принципе, как и все семьи, поэтому я покупаю. Продолжаю покупать. И последнее, то, что я купила, это ватные палочки Aura Classic. 400 штук. Обожаю такие ватные палочки именно Aura. Они не махрятся, они плотненькие. Они небольшие, удобные. И плюс еще мне даже такая мелочь нравится, как основание. Оно здесь белого цвета. Вот с каких-то пор, я не знаю, с каких пор я стала на это обращать внимание. Мне нравится, когда моя ватная палочка полностью белая. Не знаю. Вот такие вот загоны. И на этом я буду завершать свои видео. Это были мои покупки на 1500 рублей, как я вам говорила. Мне кажется, что это очень-очень выгодно. Учитывая даже то, что я игрушки купила. Да нет, ну еще. И вкусняшек каких-то набрала. По-моему, вообще замечательный был у меня набег на магазин Светофор. Обязательно делитесь вашими впечатлениями о товарах и о видео. Буду ждать ваши отзывы и ваши комментарии, что вы покупаете в магазине Светофор. Спасибо огромное за внимание. Всем желаю выгодных покупок. Пока-пока. До новых встреч в моих новых видео.